Дорога-жизнь. Судьба-машина. Подумай, всяк в нее садясь. Что ты оставишь ей на шинах? Всего лишь пыль, а может грязь? И прежде чем топить педаль, пол уходящего былого, запомни старую мораль. Мотор не создан для тупого. На Бога можно уповать, но будь и сам всегда мужчиной. Поломки могут быть причиной того, что нужно признавать. Лаборатория автомобильной диагностики осуществляет выездную диагностику европейских, американских грузовиков и автобусов, прицепов и полуприцепов, холодильных установок. Ну что, ребята, очередной раз привет всем. И вот сегодня я еду работать к автомобилю на лизинговую площадку. На лизинговых площадках всегда находятся автомобили в том виде, в котором их изъяли из лизинга. Бывают без аккумуляторов, бывают разукомплектованные. Ну, в общем, разный кошмар бывает. Посмотрим, что на этой площадке. А это автомобили Век Астрали с 17-го года. Ну и так, вперед. Век Астрали с 17-го года. Ну, прям красота-красота внешне. 460-я прошивка. Передняя оптика с правой стороны родная стоит. С левой стороны родная стоит. Бампер целый, не менялся. Лобовое стекло родное стоит. С правой стороны, с правой стороны 20-го года стекло и основное 17-го года. А вот это вот 20-го года уже стоит. С левой стороны 17-й год и 17-й год. В принципе, смотрится неплохо. Задняя стенка кабины цела. В точечной сварке повреждений нет. Здесь все точная сварка. Это с левой стороны. С правой стороны задняя стенка в точечной сварке в заводской. И повреждений тоже нет. Приятно удивлен. Даже очень. Здесь заводские крепления. Ну и в принципе не видно ничего, чтобы что-то отворачивали. Передние диски тормозные. Диск под замену с правой стороны. Изъезжен. И он уже в трещинах. Потом подниму кабину, посмотрю там ВИН-номер. От фильтра висит, видимо, датчик попадания воды. Это все время так делают. С левой стороны передний тормозной диск. Он тоже под замену. Но расход у него меньше, чем с правой. С левой стороны колесики остаток процентов 20. Внешняя боковая дорожка имеет большой расход. Держи. Но с правой стороны расход переднего колеса побольше. Процентов, наверное, 30. Ну, вот так вот она выглядит в кабине. В принципе, видуха у нее... Ага. Да-да-да, вижу-вижу. В принципе, видуха у нее красивая. Даже очень. И вечи, и чехольчики. Красота неземная. Левая водительская дверь ни разу не снималась. Ничего здесь... Нет, это петли демонтировались уже. Вот эти вот. Ага. Зачем? Интересно знать. Здесь вроде все красиво. Дверная рамка повреждений не имеет. Аттестация тахографа. С правой стороны... Здесь зеркала мешаются. С правой стороны как раз петли не снимались никогда. И дверная рамка повреждений не имеет. Хорошо. Под капотом... Вот он, шильдик с вином. 74-327. Тип АС. Но, в принципе, красивая машина. И повреждений здесь под капотом я никаких не наблюдаю. Ни слева, ни справа. Симпатяшка. На самом деле. Говорят, на ней пробег что-то около 450 тысяч. Но для этого пробега выглядит неплохо. Капот не снимался. Никогда. Сейчас посмотрим, что у нас там снизу. Снизу. Подтёков никаких нет. Тяга поперечной устойчивости переднего моста. Правый соленблок можно менять. Да. А так всё чисто, сухо. Усилитель бампера тоже цел. Так. Интересно-интересно. Каким это образом такая красота попала на стоянку. Даже очень интересно. И вот что интересно. Вот эти вот болтики. На этих болтиках был ключик. Это чётливо видно. Грани тут такие уже. немножко, скажем так, подтягивали зачем-то крепление кабины. Интересный факт. 74, 327. Шильдик. Здесь у них гаечка за шильдиком. Вон там, если увидите. Эта гаечка легко отсюда демонтируется. То есть кабину здесь наявеки можно перекинуть очень запросто. Так, 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 так. Номер партии. Серия. Испания. Ага. Испанский вариант. Made in Poland. Вапка. Но вообще испанцы всегда делают что называется я тебя слепила из того, что было. Это такой мини-конструктор. Шильдик здесь уже бедняга отрывается. Малее. Бачок. Ха. Так. А здесь что? Не видно нифига. И не вытащишь его оттуда. Так. А тут? 0,5 0,2 Так. 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 Ага. Ага. Но в принципе все крепления целы. Оставшиеся. Единственное, что вот здесь вот ключик таки был зачем-то. обычно это кабину крепят или подтягивают. Но обычно она здесь не болтается и ее так просто не подтягивают. Поглядим. Кабина сама одного света, бампер другого. Бампер явно подкрашивался. Но бампер всегда и страдает в основном. Что интересно, ни одного скола практически нет. Здесь есть от маленьких камушков. Но от маленьких камушков. Ну и подножка краска слезла, но это мелочевка. Да, но выглядит она прям на все сто. Так, ну что, попробовали прикурить. Посмотрим сейчас, что тут будет. Батарея вольтаж в нейтралке. Ну, с полтыка при прикуривании завелся 492 405 километров. Пусть греется. Машина холодная. Немножко дымит. Но это парит, а не дымит. Это пар. Подъем у нее электрический. Течет бачок гура. Крышки, видимо, нету. Сделано вот так вот. И сзади течет из-под фильтра сапуна. Но это практически у всех у них одно и то же. Двин хорошо просматривается. 74 327 Подкрашивалось и подтек есть. масло не сапунет. 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 Вообще вот эта вот задняя стенка красилась и шагрень здесь другая по сравнению с дверью. Вот там вот этот фрагмент он красился задний. Еще раз. Не сапунет. Турбина. Но турбина смотрится на 5 баллов я бы сказал. Здесь штуцера немножко масло подтекает. Надо эти штуцера подтягивать. Коллектор не снимался. Кабина. Рулевой вал гидроусилителя руля не течет и он сухой. Усилитель бампера целый. Рулевая тяга уже устанавливалась другая. Это не заводская на ней стоит. продольные и поперечные тяги менялись рулевые. Двухлистовая передняя рессора. А масло здесь течет. Посмотрим, что там. пробочку не выбивает. Пробочка на месте стоит. Это хорошо. Ну и не сапунит из нее. В интеркулере в патрубках развода нет. И в принципе все хорошо. Но здесь видно, что ее красили. Бампер левый лонжерон кабины цел. Повреждений не имеет. Правый лонжерон кабины цел. И повреждений тоже нет. в принципе все так хорошо упаковано. Электрокабеля в заводской упаковке лежат. да, симпатяга. С правой стороны усилитель бампера цел, повреждений не имеет. И следов демонтажа здесь никаких не видно. крепление КПП в грязи и определить снималось или нет не представляется возможности. Расширительный бачок. Опа. Эмульсии нет. Это хорошо. Ну и здесь интеркулер. масляных разводов не имеет. И в принципе здесь ничего не демонтировалось. Все висит так, как сделал завод. Но кроме этого хомутика. Этот хомутик и этот хомутик уже не родной стоит. вместе со шлангом. Этот шланг менялся. А вот эти родные. Ага. Так. Задняя резина. с обалденным остатком. Процентов 80, наверное. Остаток ступица визуально целая. Гудьер стоит. Запаска рулевая висит. С левой стороны такой же гудьер и ступица визуально целая. отлично. Рама. Но здесь не сильно видно. Но то, что видно, могу сказать, что она здесь цела. И подцепили ее под прицеп не так давно. Подцепляли. Тоже хорошо видно. Но и сейчас она не дымит. И кольцо у нее не черное. это говорит о том, что выхлоп у нее нормальный, правильный. Сзади фонарики целые. Так, стабилизатор поперечной устойчивости заднего моста цел. Сзади рама справа-слева целая. Топольный бак огромный. В принципе, целая машина. И состояние у нее неплохое. Визуальное. Да, надо же. Даже удивительно. Никогда бы не подумал, что такой экземпляр можно увидеть. Передняя часть, с левой стороны, трещинка на капоте есть, но это мелочевка. Ну, что она нам рисует? Рисует, что она не в уровне стоит. Так, ну-ка, давайте посмотрим-ка, что у нас с люфтом. люфта в рулевом колесе нет совсем. Так, ну что, теперь синхронизаторы. Первая передача нормально, вторая нормально, третья нормально, четвертая нормально, пятая нормально, шестая нормально, седьмая нормально, восьмая нормально, задняя нормально. Так, ну-ка, а это? Да, включается. Отлично. остаток сцепления. Включаем передачу, отпускаем сцепление, смотрим. Но берет чуть ниже середины, близко к полу. Тахограф. Так, дистанция, место карта, скорость автомобиля, лист ручного, превышение скорости, технические данные, да, на принтер, да, распечатка началась. Да, ну и смотрим, что у нас по распечатке. 374-327 вин ее, и установлен он почему-то 10.07. 20.07.20 года. 19.08.20 года 380 223 километра. Интересно, а что до этого-то было? Очень интересно. Так, 19.08.20 года 380 223 километра. И это последняя аттестация тахографа. И тахограф установлен 10.07.20 года. Ленинская Слобода, дом 19, строение 4. НТУ-измеритель, Москва. Ага. Интересно, интересно. Росавтотранс. На пассажирском сидении имеется три дырочки. Я думаю, они сквозные. чехольчик уже прожжен. Вот. Но видуха у нее зачетная. Даже очень. Ну, и здесь такая же ниша. Да. Красота неземная. И века хайвэй. Лобовое стоит 18-го года, на самом деле. Машина 17-го года, а лобовое 18-го. Менялось и давно. Целлофанчик остался. Зеркальные элементы все целые. Все отлично. Давление масла у нас 3 бара на холостых. И растет оно активно с повышением оборотов. И когда повышаешь обороты, машина не троит. Работает ровно. 6 бар отсечка давления масла. Отлично. Все таки зеркальные элементы вот тот, который перед капотом на треть съеденный. И вторая сверху полусфера. Уголок чуть-чуть уже отваливается. Видно отсюда хорошо. Но здесь они все еще целы. Как правило это связано с тем, что правая сторона грязи больше закидывает на стекла. Ну и они в общем-то там всегда и отваливаются. Точно так же как и правое колесо переднее расход у него всегда больше. Как правило. Потому что по ямкам ездит. Самый интересный один-единственный транспондер на лобовом стекле был. И все. Это интересно. Имеется несколько типов подключений. У нас вот такой разъем мы сейчас употребляем. Смотрим. Это блок управления двигателем. Посмотрим что там. Самое интересное на самом деле. Диагностика. Блок управления двигателем. ЕДС-7 УЦ-31 здесь установлен. Датчик скорости транспортного средства. Сигнал отсутствует 127 раз. Интересная мысль. Ошибки давления воздуха наддува слишком высокая или слишком низкая. Сигнал вне диапазона выше максимального значения. Это два. 13 раз было. Это неактивные ошибки висят. Датчик скорости отсутствует сигнал. Это забавно. Информация о системе. Данные блока управления ВИН его. Ну и в принципе цифра буквенный код нормальный. Ничего такого подозрительного не видно. Время работы. Основные операционные данные. Пробег 491 831 километр. Ну -ка. А здесь 492 405 километров. Но бывают минимальные расхождения на самом деле. Моточасы двигателя 8903 моточаса. Если умножить хотя бы на среднюю скорость 50, то в принципе получается эта сумма. Общее количество израсходного топлива 154 тысячи литров 928 всего оборотов двигателя. Время работы блока. Ага. Ну и дальше у нас температура давления масла нормальная температура масла нормальная была. Скорость турбины на входе в катализатор все нормально температура отблю общее количество времени. Ага. Так. 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 Давление наддув. Температура охлаждающей жидкости машина не перегревалась. Это хорошо. Это даже очень хорошо. идем дальше. Максимальные зарегистрированные значения. Но это так температура охлаждающей жидкости 101.50 максимально зарегистрированные значения. Но это не есть перегрев. Но в принципе скорее всего это было из-за замены шланга который тек который менялся. температура на впуске скорость турбины превышала немножко. Температура на выходе из катализатора 436 градусов маленькое превышение но есть. Время работы смотрим данные двигателя данные двигателя но обороты в общем-то немножко были иногда большие 2650 ее крутили но и в принципе в принципе дальше никаких страшных значений я не вижу нагрузка на двигатель так 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 но в принципе ездил летчик на ней я вам скажу разгоняли ее почти до максимальных оборотов двигателя давали ей так сказать оторваться измеряемые параметры выбор параметров смотрим обороты двигателя но немножко есть переменная напряжение батареи 28,5 но мы ее прикуривали количество впрыскиваемого топлива тоже немножко варьируется масса воздуха по цилиндрам тоже но обороты у нас неровные поэтому эти значения в общем-то и пляшут давление наддува 978 кладем ногу на педаль смотрим как растет давление пошел рост давления ну в принципе есть легкий передув но легкий легкий чуть-чуть давление масла 3 бара температура охлаждающей жидкости 50 температура на входе на выходе из катализатора 62 на входе 65 нормально катализатор выполняет свои функции хорошо батарейки у нас посажены поэтому в последнюю очередь я буду делать тест ускорения по форсункам по топливным потому что иначе я потом машину не заведу а она в конце этого теста должна заглохнуть ну автоматически поэтому буду делать это в последнюю очередь но в основном в центральном компьютере неисправности связанные с пониженным напряжением выключать звукового сигнала короткое замыкание освещение подножек обрыв цепи входящий сигнал недоступен клемма 5 степени работает но это мелочевка информация блока вин его 17 год 26.05 цифра циферно-буквенный код его все в принципе хорошо измеряемые параметры выбор параметров пока пусть греется я по блокам похожу а потом в последнюю очередь сделаю разгонный тест блок тормозной системы смотрим диагностика внешний сигнал скорости неверное значение питания датчика износ передней оси напряжение низкое или замыкание на массу сообщение КАН превышение времени ожидания сигнала мотора связь КАН с двигателем система коробки передач превышение времени ожидания ограничителя скорости блок управления тайм-аут превышение ожидания по одному разу сигнал мотора КАН шина превышение превышение ожидания это бывает обычно когда у нас не сильно заряженный аккумулятор датчика скорости заднего оси левое колесо поперечные колебания три ошибки это не активные ошибки измеряемые параметры выбор параметров смотрим износ колодок вот у ивеки все наоборот считается но сейчас покажу например значение 100 означает что тормоза изношены на европейках наоборот значение 100 это новое а у них у ивек все наоборот значение 100 означает что тормоза изношены вот теперь смотрите передняя ось правое колесо 68 передняя ось левое колесо 62,8 износ задняя ось правое колесо 66 износ задняя ось левое колесо 65,6 то есть остаток уже маленький износ равномерный но передние диски нужно менять тормозные там уже износ такой серьезный приборной панели 7 ошибок недостаточное напряжение 16 вольт но я и говорил что тут много ошибок связано с недостаточным напряжением информация о системе панель приборная но тоже пока все хорошо ну вот смотрите FFM передний модуль 30, 12, 16 помните я говорил что иногда бывает конца 16 года производства если машина начало 17 года производства на европейках блоки вот это вот тот самый вариант тест цилиндров смотрим смотрим температура достигнута обороты ровные поехали вот он сейчас пройдет круг дальше пойдет по каждому цилиндру ну вот он круг по моему прошел первый цилиндр пошел второй цилиндр пошел третий цилиндр пошел четвертый цилиндр пошел пятый цилиндр пошел шестой цилиндр пошел сейчас он повторит вот сейчас с первого начнет вот опять первый пошел второй пошел третий пошел четвертый пошел пятый пошел и шестой пошел все тест закончен все заглох для продолжения ожидать до появления результатов смотрим так первый цилиндр минус один шестнадцать в процентах второй цилиндр ноль шестьдесят два третий цилиндр ноль тридцать три четвертый цилиндр ноль сорок три пятый цилиндр ноль ноль три и шестой цилиндр минус ноль двадцать пять ну в принципе нормально все выключить зажигание и потом запустить двигатель хорошо запускаем завелся сам удивительно но факт тест сохраняем слушайте ну неожиданно неплохая машина давно такого не видел да еще и века редкий случай единственный вопрос тахограф замена в двадцатом году было и на тот момент уже пробег на ней составлял триста двадцать тысяч ну а так в принципе проблем в машине особенно таких каких-то прям ах я не вижу есть легкое маленькое отклонение по первому цилиндру по форсунке потопленной в минусе но это совсем маленькое а так в принципе все в пределах нормы и даже не сапунит нигде представляете и есть легенький-легенький передух турбины ну совсем малозначительный ну а на сегодня все вот вам и лизинговая компания вот так вот ребята в принципе зачетный экземпляр давно такого не видал но чуть тиранули ее вот здесь вот справа ну совсем чуть-чуть вот здесь вот есть отметинки ну и здесь на крыле чуть-чуть есть а так вполне себе достойно и главное что все цело вот что удивительно спасибо спасибо Продолжение следует...